Водитель, превративший беременную девушку практически в инвалида, останется на свободе. Сегодня суд вынес приговор. Но обо всем по порядку. Напомню, в декабре 2016 года в Сурмовском районе, прямо на пешеходном переходе, водитель сбил двух женщин. Одна из них, 18-летняя Анастасия Крягина, была на шестом месяце беременности. От удара девушка едва не оторвала стопу. А еще бакинцы славятся гостеприимством. Если у вас получится, что у местной бабушки накорчу, то тогда вы отверните миленький, вкусненький, азербайджанский милень. Обязательно попробуйте традиционные лепешки кутабы с кисломолочным соусом, с приправой и стертой корки граната. Безумно вкусно. А еще, если вы откроете чай, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Где я шла своей беременной дочерью? Шесть месяцев беременности. Ей оторвало стопу. Водитель, он не пытался нас не объехать, он не пытался засигнать. Вообще с его стороны никаких не было действий. Выйти из машины он даже не вызвал скорую помощь. За рулем того автомобиля находился Максим Братухин. В суде было установлено, что он совершил нарушение, а женщины переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Как говорят сами пострадавшие, особых угрызений совести он из-за случившегося не испытывает. Хотя молодая мама фактически превратилась в инвалида. Вот смотрите, здесь у нас нету костей, у нас там винты большие, вот внешняя лодыжка, это все надо оперировать по новой. Это у нас все деформация, она просто не может встать на ногу даже. Самочувствие плохое, ногой вообще не могу двигаться, работать. То есть хожу до сих пор на костылях. С ребенком у меня мама справляется, я в принципе по кровати только передвигаюсь и все. На улицу не выхожу, только вот до суда и по больнице. Суд приговорил. Братухина Максим Игоревича признается виновным в совершении преступления, предназначенное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Изыскает Братухина Максим Игоревича в пользу потерпевшей коллеги Анастасии Юрьевны счет компенсации морального вреда 300 тысяч рублей. Каждый день вот это вот все перед глазами, до сих пор эти фары, даже виск тормозов не было, просто фары и удар, и все. Я как могла ее схватила, оттолкнула на долю секунды. На видеорегистраторе было видно хорошо, как мы идем. С его стороны никаких не было действий оказать хотя бы первую помощь в виде, какую травму получила девушка, молодая девушка. И сколько мы там находились до реанимации, это не минуты и не 10 минут, это гораздо больше. Вот, и он просто сидел в машине и смотрел на нас, все. А вы извинились перед потерпевшим? Извинился в зале суда. Она вас простила? Ну, это вы у нее спросите. Во всем не согласна. Он даже не извинился. Он ни разу не извинился. А вот говори, что извинился. Ну, это он говорит, у нас все записано. Нет, ни разу не извинился. Он мне даже ни разу в глаза не посмотрел. Вот. Я еще раз повторяю. Спросите все у девушки. Пока без комментариев. Вот говорят, не извинялись. Вот она и у нас. Все-таки извинился перед вами? Нет, не извинился ни разу. Ни разу. Он даже в глаза не посмотрел, опять же. Ему все равно. В последнем слове он также говорил о том, что приносит свои извинения. Частично добровольно возместил причиненный ей вред в размере 15 тысяч рублей. Вот. В настоящее время как бы иного нет. Кстати, ограничение свободы в качестве наказания предусматривает запрет на выезд, например, из города или из страны. И обязанность отчитываться ежемесячно в отделениях полиции. Изоляции от общества при таком наказании не происходит. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.